Деньги давай! Сколько просишь? А сколько дашь? Вот так Риотове провожали осень и встречали зиму. Помогали горожанам, шалтай-болтай, цыгане и другие персонажи кукольного театра. В программе салочки, хороводы, танцы, традиционные русские и сложные заграничные. Главная героиня праздника – зима. Она даже не ожидала, что столько людей о ней скучали. Малыши сегодня самые активные. Им уже не терпится достать из кладовок ледянки и сани. Вот и стараются, привечают зиму. Это просто потрясающие дети, умнички очень хорошие, очень послушные. Родители замечательные, воспитатели тоже. Столько энергии, я просто даже не ожидала, они просто заряжают. Такие праздники теперь будут устраивать каждую субботу. В полдень на пешеходной зоне детей будут встречать аниматоры. Потом программа с поправкой на время года. В 14 часов по субботам у нас кинотеатр выходного дня. Каждую субботу мы специально так сделали, чтобы можно было людям, которые участвуют в развлекательной программе, потом зайти, погреться, выпить чайку и посмотреть какой-то мультипопуляционный фильм. В декабрь обещают быть интересным. В городе проведут международный фестиваль танцев и концерты творческих коллективов. В середине месяца торжественно откроют усадьбу Деда Мороза. А финальным аккордом зазвучат волшебные утренники. На центральной площади Реутова зажгли главную городскую елку. Вокруг нее устроили хоровод, были еще танцы и развлечения. То, что снега на улицах пока не так много, не помешало появлению настоящего праздничного настроя. Иллюминация теперь по всему городу. Огнями украшены центральные улицы, сверкают все 10 елок и световой фонтан. Как заставить молекулы исчезнуть или построить здания в виртуальном мире? Все это знают ревтовские школьники. Свои исследования они представили на городском конкурсе. Он проходил уже в 12-й раз. Участники – это ученики среднего звена всех школ города. Наблюдения проводили в области химии, биологии и даже компьютерных игр. Оценили работы сотрудники учебно-методического центра. Работа должна быть актуальна. Хорошо, если она связана с жизнью нашего города. Чтобы работа носила исследовательский характер. Чтобы там была экспериментальная часть. По итогам конкурса «Проигравших не было» каждая команда стала победителем в своей номинации. Особо выделены проекты лицея и гимназии. На поле выпускники футбольных школ столицы. Это финал турнира. Позади три дня соревнований и три сложных игры. Устали, поэтому и скорость ниже. И внимание не то, но тренер заставляет собраться. Иди туда, Голя. Внимательно, центральную зону. Точно так же когда-то своим подопечным помогал советом заслуженный тренер России Владимир Кобзев. Воспитал тех, кого сейчас принято называть элитой мирового футбола. Его ученики сегодня тоже на турнире. Это игроки национальной команды Василий Алексей Березуцкий, вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий. То, что подбадривало всю жизнь, это его вера, наверное, в нас. Особенно, когда на этапе какой-то карьеры что-то не получалось, много критиковали. Он всегда верил, говорил, что всегда будет все нормально. Задача любого тренера – это не только воспитать футболиста, спортсмена, но и человеческие качества, как вести себя в коллективе, как дружить, как правильно поступать. Эта поддержка больших мастеров помогает молодым футболистам. Сегодня лучшей стала команда «Торпеда» из столицы. На втором и третьем местах – московские клубы «Спартак» и «Смена». Команда «Приолит» на почетном четвертом. Желаю вам, чтобы ваш футбол продолжался в вашей жизни, чтобы из вас выросли достойные футболисты, у кого это получится. Три дня турнира пролетели как один следующий ровно через год. Согласно прогнозам, днем будет ясно, осадков не ожидается, температура воздуха до 11 мороза, вечером до минус 14. Ветер северо-западный – 1 метр в секунду.